Женя, ну вот сейчас, когда такое, наверное, не самое благоприятное время для беседы, может быть, кто-то так подумает, но мы как-то решили, чтобы надолго не бросать наших зрителей, ну вот провести вот эту беседу, которую они в каникулярную неделю такую смогут послушать. Я думаю, что, наверное, мы начнем с того сюрприза, который будет их ждать впоследствии. Они будут смотреть спектакль «Генералы в юбках». Это один из лучших буфовских спектаклей, он, к сожалению, в записи, ты там играл главную роль. И вот сейчас уже прошло очень много времени, и в театре появился Ануй Коломбо, да, и вот какое-то ощущение, вот сегодняшнее. Уже человека, который сыграл в современной Коломбии от «Генералов». Да вы знаете, я люблю вспоминать все старое, потому что у кого нет прошлого, у того нет будущего. Из-за этого очень жалко, что этого спектакля уже нет, но он тоже, он так, он свое отработал. Это, как, знаете, бывает вещь какая-то безумно удобная, безумно хорошая. Она очень нравится, и телу нравится, и всем, но она просто уже состарилась. И так же спектакли, к сожалению, они становятся старыми. К сожалению. И мы сняли этот спектакль с репертуара, но вспомнить о нем, это замечательно. А он жил долго? Да, он долго жил. Сначала «Генеральшу», сначала играла у нас девочка, играла. Потом мы пригласили на эту роль Мишку Тресорукова на эту роль «Генеральшу» играла. Потом Серега Мигельевич играл. То есть это время проходило, то есть актеры немножко уставали от роли и уходили. Мы приглашали другого актера. Потом мы просто все немножко устали от него, но спектакль безумно добрый. Он добрый, хороший и смешной. И он, кроме смеха, он всегда был о чем-то. А это очень важно. Вот Колумба, она как бы сейчас возобновилась в нашем театре. Да. Это совершенно другой спектакль. Чем был тот. Но в том ты тоже играл спектакль. И эту же роль. Да, эту же роль. И та Колумба, она выходила в те же времена, когда выходили, соответственно, и «Генералы Бьюбка». Там было близкое ощущение. Поэтому их можно, наверное, немножечко в общую группу собрать. Ну, чуть-чуть можно. Чуть-чуть. А сейчас совершенно другой спектакль. И мюзикл. Вот твое ощущение от этой роли. Оно, наверное, поменялось. Конечно. Конечно. Ну, все другое. Я... Как-то так получилось. Это же все зависело от... Как режиссер придумает это. Исаак Романович по-другому придумал этот спектакль. Как-то в том варианте, в той Колумбии, у меня была роль такая настолько проходная вообще. Здесь тоже небольшая роль, но все равно она какая-то чуть-чуть главненькая. Нет, она очень объемная. Ну, да, объемная, потому что все-таки прокчеров. А вот в том варианте, который была первая пьеса, там основной был на Колумбе. Основной был на Колумбе даже не как театр, а как Колумба в театре. А тут получилась главная роль. Роль – это театр. Остальные все рядом с тем. Мне кажется так. И получилась совершенно другая роль. Вообще другой спектакль, напрочь другой. И мне сначала тоже предложили, говорит, давай ты уж тоже играть, Исаак Романович сказал. И мне, да. Я говорю, ну как ты же сам? Исаак Романович, как-то неинтересно. Он говорит, что оно другое будет. И действительно так и получилось. Совершенно другое. Но помимо того, что это другой спектакль, ты же вырос. И поэтому ты этот персонаж уже не можешь смотреть. Так же, как смотрел теми глазами, как тогда. Да, 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 я вырос и поправился на 3,5 килограмма. Так что, дорогие зрители, вы придёте на это сразу обратить внимание. Это те, кто тогда пришёл. А тот старый, кто видел. Ну, понятно. Те, кто видят только этот. Да нет, ну вырос, ну естественно, может сам их всё умудрить. Нет, ну всё равно вот какое-то ощущение этого спектакля. Вот. Ну, конечно, другое. И героя. Потому что вот я с Лёвином когда говорила, он сказал, что совершенно другого героя играет. Он тоже играл двухголовых. Да, 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 да. Конечно. Я тоже сегодня другого человека играю. Совершенно. Ну вот в чём изменился этот человек? Он вырос вместе с актёром. И с человеком. Какой был там человек, и какой здесь человек? Это был очень лёгкий поверхностный. А сейчас он безумно глубокий, мне так кажется. Потому что всегда же актёр, кроме того, этой масочки, такой актёр. Есть какая-то боль, которую любой актёр скрывает её. Всегда есть какая-то боль, какой-то комплекс есть, какие-то проблемы есть. Но актёры всегда это скрывают. А тут он тоже пытается скрыть, но всё-таки вытаскивает и сердце, всё-таки вытаскивает и сердце, и ум, и свои взгляды на жизнь, и на театр вообще. Вот мы интересный аспект сейчас затронули. Боль он вытаскивает. То есть ты хочешь сказать, что у тебя прежнего боли не было? Не было. А теперь боль появилась? И ты её подарил своему герою, да? Думаю, да. А вот как ты считаешь, режиссёрские концепции иногда бывают такие, что каждый может домыслить всё, что хочет. Да? Да. Когда ты исполняешь какого-то героя, ты оставляешь публике какой-то люфт небольшой для домысливания? Обязательно. Да, обязательно. 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 Потому что вы пойми, Светочка, ты пойми, что искусство – это не математика. Это не дважды двадцать четыре. Одному нравятся блондинки, другому буренетки. Кто прав? И тот, и тот. Я не могу сказать, вот я решаю эту роль вот именно вот так. Я считаю, что он такой. Но я даю вам право. Может, для вас он будет совершенно другой. Почему? Я обязательно дам право зрителю. Обязательно это дам. Я сделаю своё отношение к этой роли, к этому персонажу. Но я дам, возможно, зрителю со мной согласиться или не согласиться. Тогда я хочу вспомнить о Дон Жуане. О! Ох, Светка, ты сейчас попала просто в этот акт. Один из самых фишерских спектаклей. Я его обожаю. Я его безумно. А все обожали тебя в этой роли. Наверное. И там получился такой Дон Жуан, который такой был очень неоднозначный. Потому что вроде как не он за каждой юбкой волочился, а вроде как каждая юбка хотела за ним волочиться. Вот как тебе это удалось сделать? Ой, Господи, Боже ты мой. Я не буду говорить прямо, уж мне удалось. Наверное, удалось вместе с Сакромановичем. Хотя в самом начале начинал спектакль делать француз Жанев Ледреф. Но потом Исаак Романович, конечно, потому что мы с Жаневым немножко там чуть-чуть были такие разночтения. Исаак Романович в последний момент всё-таки впрягся. И мы считаем, что мы с ним сделали, мне кажется, очень хорошую работу, очень хорошую роль. Это роль, которой я очень горжусь. Внутренне для себя горжусь, что я к ней прикоснулся. Потому что мне сейчас сложно сказать нашим зрителям. Ну, хотя наше время сейчас настолько современное, можно что-то сказать. Мы уже тем более этого спектакля сейчас нет. Но маленькая мулечка, которая для меня была безумно важна. Безумно важна была. Я делал так, что Дунжуан и патент. Понимаете? Да. Что он уже, к сожалению, не может ничего этого сделать. И остались только аура, только какие-то воспоминания о нём. А какой он, какой он, какой он. А он ничего же не может. Из-за этого он рад, он хочет кого-то обнять, поцеловать, но не может. К сожалению. Ну, шлип остался. Это была фишка. Ну, разговор у нас получается такой эклектичный. Ну, как мне, в общем-то, и хотелось. Для того, чтобы зрители, которые видели эти спектакли, они как бы вспомнили какой-то их объём. А те, кто не видел, они как бы почувствовали какой-то аромат. И пожалели о том, что их не видят. Да. И поэтому сейчас я хочу поговорить о, как ты думаешь, о великом комбинаторе. Где ты сыграл роль, в которой твои поклонники вообще не ожидали тебя увидеть. Да. Я сам не ожидал увидеть. На самом деле, это авантюра была. Это спасибо Исаку Романовичу. Это Панюковский, напомним зрителям. Исак Романович хотел меня, как я понимаю, поставить на комбинатора. Я пришёл к Исаку Романовичу, говорю, Исаку Романовичу, давайте я попробую Панюковского. Он мне сказал замечательную фразу. Женя, ты хочешь мордой об сцену грохнуться? Я говорю, да, хочу. Он говорит, давай. И мы стали репетировать. Я репетировал день, два, неделю, две, три. Я не мог его придумать. Оставалось до премьеры, по-моему, неделю. И Исак Романович уже кричал просто в зале. Говорит, Александр, ты что, будешь делать или нет? И говорю, Исак Романович, я придумаю, я придумаю. Я не мог его придумать, какой он. И потом меня осенило как-то чуть-чуть, я его придумал. Он какой-то безумно толстый человек, безумно толстый. И я его сделал безумно толстым, трогательным человеком, безумно. И получился, мне кажется, это одна из самых любимых моих ролей. Пожалуй, Дон Жуан, про что мы говорили. Наверное, то, что из тех, которые ушли. Да, 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 да. Дон Жуан и Паниковский. Это, конечно, две совершенно разные роли, но две безумно любимые. Интересно то, что вот эти спектакли вышли практически в одно время. Я сейчас о Дон Жуане и о Великом комбинаторе. А роли получились очень разные. Хоть Дон Жуан уже ничего не мог, но всё равно вот в нём была такая мужская харизма. Конечно, конечно. А Паниковский получился таким щемящим. Там даже что-то, может быть, немножко было... Знаешь, как вот Чаплин делал своих героев. Совершенно верно. Вроде похоже... Света, говори, говори, приятно это слышать. Нет, просто... Я же была, я же ты видела. Да, потому что я старался. Я старался... То, что смешное, это второе было. Да. Это был безумно больной человек. Да. Сердцем. Он сердцем болел за всё. Он за всё болел сердцем. Почему кто-то богат, а он бедный. Не мог понять этого. Почему? За что? Он действительно... У меня он получился... Ну, я думаю так. Безумно трогательным человеком. Да, он таким и получился. Да, очень. И неожиданным. Я думаю, Исаак Романович сказал потом слова. Да, да. Нужные. Да, да, да. Мне это очень приятно. А какие? Ну, он похвалил просто меня. Потом это было... Для него было настолько неожиданно. Он потом после спектакля... Мы посидели, как обычно, в банкет. А потом он меня остался. Говорит, Женька, подойди сюда. Я к нему подошёл. Он говорит, Женька, не ожидал. Честно говоря, не ожидал, что справишься. А сделал просто шикарно. Спасибо. А сейчас мы немножко уже в наше время перенесёмся. Потому что вот такая же неоднозначная роль для меня стала роль большого в своих людях. Потому что с одной стороны он грубый. А с другой стороны вот эта боль. И его жалко. Смертельно. И видно, что роль ты как-то сделал очень многомерную. Пожалуй, даже, может быть, это самый многомерный большов, которого мне приходилось видеть. И, может быть, ты немножечко вот откроешь какую-то вот занавеску, о чём ты думал. Сейчас скажу. Вот тут, вот тут я хочу снять шляпу. Низкий-низкий поклон и память. И Сакрамановичу Штагунту. Объясняю, почему. Это его роль. Объясняю, почему. Объясняю, почему. Потому что мы, когда делали этот спектакль, я не соглашался с Сакрамановичем. То, что он предлагал мне. Я был против категорически. Ну почему, что такое, в чём дело, почему он такой холодный. Почему, ты пойми, нет. И он меня к этому вёл, к этому. И я сопротивлялся безумно. Потом я попробовал. И подбежала Ника. Это моя супруга, она тоже режиссёр этого спектакля. Ну помогала ей Сакрамановича. Он подбежал и сказал, Женя, это то, что надо. Вот это было здорово. Это было безумно здорово. Раз уж прозвучало это имя, Ника. Я хочу, чтобы наши зрители, ну они, может быть, сами не догадаются, может догадаются, любят же о жизни личных актёров знать. Это Вероника Казаровицкая, заслуженная артистка республики, совершенно блестящая, красивая актриса, героиня и интересный режиссёр. И тогда давай немножечко. Ну я не думала, что мы сейчас будем об этом, но уже будем об этом тогда. Как произошло знакомство? Это, наверное, было всё в каком-то спектакле, какая-то романтическая история? Поделимся. Нет. Это было 6 марта. Это было 6 марта. Я почему потом расскажу, почему помню это число. Это было 6 марта. Я зашёл в наш закулисный буфет в театре. Ещё был на Народный дом один. Когда села безумно грустная девочка. Она была студенткой. Она только-только закончила. Выпускница. Выпускница, да. Мне как-то, не знаю, мы встретились с глазами. И произошло так называемое короткое замыкание. Что только не знаю. Я подошёл в чём дело. Я говорю, почему она такая грустная? Вы скучаете? Как спросил, да, как мы закончили институт? Закончил у нас театр. Взяли, да, в театр. Вы довольны, недовольны? Начал на вы, потом прогулялись. Почему я запомнил 6 число марта? Ровно через год. 6 марта нас родилась дочка Сашка. О, как здорово. И почему я... 6 число это всё, это наше знакомство. Наше безумно хорошее знакомство. И 6 число это очень важно. Так что Ника и замечательная женщина, потрясающая актриса и замечательный режиссёр. Ну, мы поговорили, как произошло знакомство. А когда вы первый раз оказались, хотел сказать, на съёмочной площадке, вы же оба снимались, да? Но скажу, нет, на сцене, на подмостках. Ой, да это здорово. Я объясняю. Тут дело не в этом, не потому, что она моя жена, что моя мать моих детей. Нет. Я всегда как-то пытаюсь объективно оценивать человека. Всегда вот я не путаю жизнь и социальную. Вот у меня этого нет. Я могу сказать честно, то, что вот Ника делает какие-то роли, вот то, что вот она делает в бумажных розах. Я снимаю шляпу перед ней. Как перед актрисой. Я клянусь, она молочин. Она работает настолько точно. Настолько точно. Такая умничка. Ох ты, не-не-не. Шляпу снимаю. Умница. Просто умница. Ну, это роль последняя. А первая какая была? Совместная. Совместный спектакль. Блюз, который мы делали. Это Ника нашла эту пьесу, пришла к Сакрамановичу. И вот. Мы играли эту пьесу очень долго. Потом мы торжественную передали. Ну, Ника сама ее реконструировала. Да, она немножко переделала чуть-чуть. И Сакраманович дал задание как режиссер. Ника. Ну, она посмотрела. То есть, что надо сделать. И сделала спектакль. Сейчас ребята играют. Как они играют, мы не знаем. Потому что ни Ника, ни я. Я-то вообще не смотрел это. Потому что я не люблю вспоминать, как это было. И вспоминать можно вспомнить. Какие-то хорошие моменты. Потому что сцены были очень хорошие. Но сейчас прийти посмотреть на это, я не очень готов. Ну, я смотрела. Ребята играют хорошо. Ну, молодцы. Можно сделать комплимент. Это наши артисты. Артем Яковлев и Виктория Соболотная. Ну, молодцы. Ну, они как бы взяли вот вашу. Молодцы. Я всегда, знаете, я люблю за людей радоваться. Да. Вот я такой человек. Так что получилось? Молодцы. Ну, не могу не засеять разговор о том, что Коломба или Бумажные розы. Это последний до конца доведенный спектакль с Акрамановичем Штокбантер, которого все безумно любили, который основал наш театр, который, в общем, звезда, которого светит, наверное, всегда будет светить над ним. Думаю, да. Думаю, да. И, может быть, тебе хочется что-то на эту тему сказать. Может, как вы работали. Вот какое было ощущение. Ведь не было же ощущения, что он уйдёт. Да. У меня было такое ощущение, что мы шутили. Это действительно была шутка такая. Но эта шутка была такая светлая, что мы шутили. И вот так, дорогие друзья, сегодня. Девяносто лет заслуженному артисту, или уже в то время будет народному артисту, Евгению Александрову. И вот пришёл поздравить его. И Сакраманович Штокбан. Нам казалось, что действительно он будет вечно жить. Это всему городу казалось, что он будет вечно жить. Да, что он будет вечно жить. Никто не верил. Такое ощущение, что Сакраманович я встречу его или в буфете, или в коридоре. Встречу обязательно ему. Конечно, для меня это не просто режиссёр. Это человек, это отец. Это вот это всё. Это вот большое-большое... 41 лет жизни я вместе провёл с Сакрамановичем. Для меня это очень-очень много. Я вам безумно благодарен. Я буду очень надеяться, что руководство нашего города обратится и в Москву, кому надо, и нашему театру дадут всё-таки звание. Имя. Имя. И Сакраманович Штокбан. Это было бы потрясающе. Это было бы здорово. Это было бы просто здорово. Ну, банальный вопрос. Как бы всё время пытаемся его избежать, но всё время он задаётся. Какая роль была любимой? Многие говорят все роли. Кто-то говорит последняя, а кто-то... А у тебя, я предположу, что Дон Жан и Паняковский. Дон Жан и Паняковский два. Всё? Да. Пока да. Никто не переделал? Нет, нет. Пока Большов просто... На самом деле я ещё в нём не накупался, поскольку я его ещё до конца не сделал. Я его до конца не сделал. Мне кажется, я ещё только... Я ещё в пути. Мне кажется, ещё... Мне полгода, мне кажется, ещё его до конца добить. Вот просто не знаю. Это как художник. Знаете, вот картину написал, и вот смотрел, смотрел, вдруг подошёл и сделал так. Опаньки. Вот вроде готово. И мне кажется, это же самое большое. Мне кажется, я ещё не сделал эту роль. Хотя я думаю, что она будет... Она сейчас моя любимая, но я думаю, будет вполне возможно, что она будет соперничать и с Дон Жуаном, и с Паняковским. Она потрясающая. Да, ну, буду надеяться. Я про студентов. Женя, в нашем театре работает Ваня Байдак. Ой. Твой выпускник. Да, это да. Я хорошо знаю Корине. Да. Она совершенно прекрасная девушка. Многое в мюзик-холле, в театре эстрады. А слонян, да? Да, слонян. Да. Она потрясающая девочка, твоя тоже выпускница. И вот хочется вот об этой ипостасии немножечко... Наташенька. А, Наташа же, которая домничает, а теперь Зубкова тоже её знают. Она же у нас, да, тоже играет роль. Она и в блюде же играет. Да, да. И она же ввелась тоже в дикаря, да, Ника её ввела она там, да. И вот немножечко вот об этой ипостасии ты ведёшь курс уже не первый год в университете профсоюзов. Да. И я знаю, что ты очень как-то так строго и серьёзно их учишь. И Ваня мне Байдек об этом говорил. И вот, может быть, что-то вот об этом. Ой, я ими всеми очень горжусь. Всех люблю их очень. Но, вы знаете, я вот как у Жванецкого замечательный... Замечательный рассказ есть про учителя русского языка. Вот этот рассказ, наверное, относится это ко мне. Потому что я всегда говорю студентам, что не надо меня любить категорически. Я хочу, чтобы безумно любили профессию. Вот мне почему-то не надо восхищения. Ой, Геннадь, что я такой хороший, добрый. Я не люблю это. Во-первых, я не верю этому. Я хочу, чтобы они безумно полюбили и зауважали профессию. Зауважали во всём, что нельзя ходить в метых брюках на сцену. Да. Что нельзя выходить на сцену в этих самых нечищенных ботинках. С грязными руками, с грязной рубашкой. Я хочу, чтобы они во всём были красивы. Поскольку для меня всё-таки сцена не просто так она поднята. Чуть-чуть над зрительным залом. Чуть-чуть актёры. Чуть-чуть это... Чуть-чуть капельку небожителей. Ну, чуть-чуть, но всё-таки. И мы перед ним... Вот. Из-за этого я хочу, чтобы они были такими. Ну, сейчас нам уже, наверное, пришла пора попрощаться с нашими дорогими слушателями, зрителями. Да. И я думаю, что если вам понравилась наша беседа, то, может быть, вы, во-первых, зададите ещё свои вопросы, на которые Евгений... Я уже тогда скажу, Евгений Геннадьевич, что это же не... Да, Евгений Геннадьевич с удовольствием ответит. И, может быть, вы напишите нам на странице или кому-то в личку, чтобы... С кем вы хотите ещё, чтобы мы провели вот такую вот беседу. Ну, с Днём театра. Эта запись идёт в День театра. Я не знаю, когда она будет выложена, но сегодня Международный День театра. И мы очень поздравляем всех своих зрителей. Мы очень вас любим. До свидания. Женя. Да. Уважаемые наши зрители, если будет интересно задать вам какие-то мне вопросы, я вам отвечаю. Я буду говорить правду, правду и ничего, кроме правды. Клянусь. Клянусь. Ну eh. Клянусь. Уважаемые наши зрители, 決ande, чтобы вы разобрали и оставили такой этап. Продолжение следует...